Добрый день! Мы беседуем с Михаилом Марченко. Сейчас мы в студии перед записью следующей программы в Дребенке. Михаил, а вообще что за идея этой программы и что вас привело в число участников? Ну, во-первых, если рассматривать вообще саму эту программу, то это как площадка, на которой могут озвучиваться мысли, идеи людей, которым на других площадках, к сожалению, возможности такой не дают выговориться. Скажем, средства массовой информации, которые есть на сегодняшний день, интернет, СМИ, то есть единственное более-менее оппозиционное или средство массовой информации, которое объективно и с положительной точки зрения и с отрицательной освещает события, происходящие в нашей области, это Брянская улица. К сожалению, остальных, такие как Брянск Тудэй, то есть, ну, все-таки острая тема, они стараются обходить. Остальные средства массовой информации, такие как Брянские новости, по-моему, и другие, они полностью проправительственные. То есть, они берут информацию в основном с сайта правительства Брянской области и просто преподносят его с углом, с точки зрения, с той позиции, с которой хотела бы это видеть наша администрация области. Из печатных СМИ вообще сложно сказать, кто у нас сейчас есть оппозиционный. Единственное, это комсомолец Брянска, но у него достаточно ограниченный маленький тираж, и за газетой там спрашивают, гоняются практически по городу, где купить свежий номер, чтобы почитать. Подвергнут такому прессингу со всех сторон, что я как бы Владимира Панихина знаю, лично общались, и он рассказывал, что ему пришлось пережить последний год, наверное, сколько он типографий сменил, не то что в Брянской области, в России уже, для того, чтобы издавать, остаться на плаву, остаться... ...в подписки, скажем так, свое издание оставить. Ну, о телевидении вообще речь не идет. Поэтому вот единственная такая площадка, на которой могут озвучиваться мысли, идеи и какие-то оппозиционные вещи, это канал, который был создан по инициативе в том числе Александра Коломейцева, который собрал всех, предложил такую идею, и она была реализована, как уж хорошо или плохо, мы, наверное, сегодня об этом еще поговорим, но я думаю, что она в дальнейшем будет совершенствоваться. И вообще идея выйти в том числе и на прямой эфир, чтобы в прямом эфире нам могли звонить зрители, которые нас смотрят, могли задавать вопросы острые, неудобные, хорошие, нехорошие, которые их интересуют на сегодняшний день. И мы могли в прямом эфире честно и открыто вот те, кто был присутствовать, на них отвечать. Ну, то есть мы подведем такой короткий итог, то есть для вас это некая общественная трибуна, которая позволяет высказывать в первую очередь отличную от официальной, скажем, и... Я бы сказал, объективную. Да, то есть у вас не самоцель, как бы там глобальная какая-то критика или... Нет, то есть вы хотите просто свою точку зрения доносить. Основная оценка, точка зрения каждого из присутствующих здесь или участников проекта на те или иные вещи, происходящие в нашем регионе. То есть мы не замахиваемся там на глобальные вещи, да, на выборы в США и так далее. Мы будем осуждать вопросы, которые касаются непосредственно нашей Брянской области. Еще один вопрос немаловажный, ведь наши брянские власти, они не дают возможности провести массовые мероприятия, где в том числе любой желающий или инициаторы этого массового мероприятия могут выступить на митинге, провести на площади Ленина, встать, высказать свою позицию, написать резолюцию и передать ее там в органы власти. Такой возможности нет. И я в том числе был инициатором нескольких массовых мероприятий. И у нас в Брянске, и в области. И многие мои знакомые, кто подавали заявки на проведение митингов, они получали все отказы. Ну да, тут недавно еще много абсурпали. Это не мои знакомые. Ладно, не будем как бы упоминать. Ну хорошо, спасибо, удачи в ваших начинаниях. Спасибо. Надеюсь, вам поддержку. Да, пусть будут разные точки зрения. Я, кстати, обычно, вот моя позиция как журналиста и как любителя видеоблогера и просто блогера, я просто беру какую-то тему и вот без купюр даю разные взгляды. То есть они не обязательно совпадают с моими. Я всегда говорю, что, пожалуйста, любой человек может ко мне прийти. То есть мы запишем, он свои какие-то аргументы выскажет. Может быть, я свои. И я там стараюсь не резать, не искажать каким-то образом то, что говорится. Да, и пусть как бы будут разные точки зрения. Вот так говорится, без купюр. Как есть такие. Ну хорошо, удачи вам, всего доброго. Спасибо. Мы поддержим этот проект тоже, безусловно.